Ну что же, я вас всех приветствую, дорогие зрители и слушатели портала Рустевенет. С вами я, Эрика Сташкевич и мой коллега Вадим Родионов. Мы, как обычно, начинаем наш эфир «Кто вам платит?». Я надеюсь, все здоровы, никто сегодня не подскользнулся, хотя, как мы сегодня выяснили, и я, и Вадим с утра немножко повалялись, когда вводили каждый своего ребёнка в садик. Ну, я надеюсь, что с вами всё в порядке, и темой нашего сегодняшнего эфира будет «Нет, не лёд, а новые требования Латвии, которые вступили в силу сегодня, 15 декабря. Я аккурат, мы выходим в среду, когда у всех работающих очно начинают требовать ковидные сертификаты. Одна из отраслей, в которой есть процент невакцинированных ощутимый, это строительство. Вот о стройке мы сегодня и поговорим не только в контексте этих новых требований, а в целом. Тот эфир мы говорили про девочек, ноготочки, корни и всё такое. Сегодня мы сбалансируем и поговорим о трудягах, работягах, арматуре, стройке. И я узнаю много нового. Ты знаешь такие слова, на самом деле. Всё, что знала, всё блеснуло. Да, есть ещё фундамент, стены и крыша. Но, собственно, конечно, на самом деле, вот тут обратили внимание на то, что почему в строительстве именно относительно высокий процент всех людей, которые не вакцинируются, вообще призывали пристально за этим наблюдать. Как мы знаем, вообще нередко, не знаю, справедливо или несправедливо, но спросим у наших гостей к стройке такой особый подход. Это и налоги проверяют более тщательно, и вот якобы там на строительных компаниях больше теневой бизнес процветает, собственно, зарплата в конвертах и прочая вещь. И с вакцинами, опять же, что стройка или строители вакцинируются менее охотно, чем другие. Вот, на самом деле, сегодня хотелось бы, поскольку мы будем говорить с экспертами отрасли, с людьми, которые там работают, насколько это справедливо, насколько это соответствует действительности, и насколько много стереотипов существует. Ты думаешь об этих процентах? Ну, чтобы погрузить, я как человек, который любит там какие-то статистики, обобщения, цифры, могу сказать, что вот сегодня прошла такая информация, что да, вот строительство называют в числе одной из невакцинированных сфер непривитой примерно 10700 человек. И указано процент, это 15% от всех, ну, видимо, зарегистрированных, работающих в этой профессии. Ну, зарегистрированы. Зарегистрированы. Тут я и хотела сказать, давай сделаем поправку, что наверняка есть огромный пласт работников этой индустрии, этой сферы, который нигде никак не зарегистрирован. Я подозреваю, это все еще та сфера, где люди что-то чинят, что-то делают, и не обязательно все это показывают государству. Ну, по крайней мере, опять же, я не хочу здесь сразу вешать ярлыки, может быть, это не так. Знаешь, вот есть, я вырос в Кенгараксе, на Москачке, да, как это называют, и до сих пор, хотя это уже совсем другой район, и там Акрополь построили, и Южный мост, и прочее, говорят, а, ну, понятно, у вас там самый высокий уровень криминал. Ну, ты из Балдара, и тебе, в общем-то, к этому не привыкать. А, в общем, многое уже изменилось, да, потому что и Кенгаракс уже не тот, что раньше, да, там, в 90-е, когда я рос. Может, и со стройкой по-другому. Хотя, конечно, есть там, вот, там, картельный сговор, опять появилась информация, там, строительная компания, опять, вроде как, снова обратите внимание на строительную компанию, что они делают. Выясним, надеюсь, сегодня в течение нашего эфира, и об этом тоже поговорим. Да, об этом тоже поговорим, что я хотела, да, вступиться немножко за Балдара, что, да, и Балдара уже не та, которая ей налепили какие-то ярлыки, и потеряла мысль, что я хотела сказать нам про... Ну, я к чему, собственно, говорю? А, когда говорят эксперты, ну, это не то, что я вешаю ярлыки, что эти люди уйдут в тень, когда эксперты же не только сегодня мы узнали, что вот 15 декабря, да, я напомню для контекста, 15 ноября стали требовать ковид-сертификаты у всех сотрудников госсектора и сотрудников муниципальных компаний. У них этот срок прошел уже месяц обратно. Сегодня, 15 декабря, легендарный день для Латвии, когда это правило уже касается всех, кто работает, по сути, очно. И уже нету разницы, ты частный сектор или ты государственный, муниципальный сектор. Более того, неважно, даже если ты работаешь на улице, и, казалось бы, ну, с кем-то не контактируешь, и можешь соблюсти вот эти эпидемиологические требования, тем не менее, все равно сертификат, насколько я понимаю, вынь, да, положи, так оно должно быть. И эксперты уже заранее говорили, что, ребята, это может привести к строительному коллапсу. И никто не скрывает и на уровне тоже представителя этого бизнеса о том, что, конечно, есть часть сотрудников, которые уйдут в тень. И есть вторая часть сотрудников, которые поедут искать работу в других странах, потому что, благо, не везде требуют ковид-сертификаты. Где-то можно работать с тестом, где-то, возможно, можно работать и без того, и без другого. Как мы с тобой в прошлом эфире путешествовали по Швеции, Испании, Финляндии. И отношение совершенно другое, совершенно другое, там, не требуют в торговых центрах ковид-сертификаты, там, работают кафе, работают икеи, там, люди не носят маски и так далее. Я подоживаю, что в этих мной названных странах и со строительством дела обстоят по-другому. И что мешает нашим парням, трудягам, работягам поехать туда на заработки. Ну вот узнаем. Владимир Волошин, руководитель компании «Бригада-1», человек, который сам работает, в том числе в поле, с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы сделали такую вводную, наверное, вы слышали ее, о стереотипах, которые существуют. О стереотипах существуют. Вот насколько они соответствуют действительности по вакцинации, по теневым схемам, по вот каким-то таким вещам? Есть ли это все в отрасли и насколько это распространено? Сто процентов есть, потому что строительство – это такое строительство, архитектура. Это в целом отображение нашего общества. То есть, если мы будем ходить по лиге и смотреть на здания 1905-1910 года, мы можем смотреть, какова была прекрасна наша Латвия. Можем ходить в постсоветский период и смотреть, насколько тоталитарный режим влиял на наше общество. И можем смотреть на современное строение и смотреть, каким образом оно нас влияет. И в строительстве отображено абсолютно все. И все, что вы перечислили, конечно, имеет место быть. Ну, что касается нежелания вакцинироваться, насколько это распространенная история среди строителей? Отличается ли это от других отраслей в плане процентов? Значит, смотрите, давайте пока начнем с логики. Строительство – это сектор обслуживания. И если моему клиенту это нужно, значит, я для своего клиента пойду на все, что угодно. Потому что мы в секторе обслуживания. Если мы не вакцинированы, значит, нашим клиентам это попусту не нужно. Логика очень простая. По поводу вакцинирования, я в сутки такое количество пыли, ацетонов и фенолов ем, что для меня вакцина – это просто какая-то мелочь. Раз. Во-вторых, я всегда входил в намордники. То есть я всегда одевал намордник, шлифовал, что-то пилил. И поэтому для меня вот эти намордники – они не проблема. И вакцина тоже не проблема. Если бы вы знали, сколько мы химии поглощаем в сутки, то это мелочь. Ну, то есть вы вакцинировали. А что говорят тогда ваши… Ну, вот вы же в этой сфере, у вас наверняка много коллег, парней, ребят вокруг. Что они говорят, вот как аргументацию, почему нет? Потому что заставляют, потому что принуждают, или потому что в это не верят? Или какие разговоры царят в целом вот среди знакомых? Слушайте, мы курилочку, пьем кофе и курим сигаретку. Нас возьмем бригаду 10 человек. 10 человек мы все вакцинировались по причине, хочешь кормить семью, должен ехать в командировку. Поэтому, чтобы ехать в командировку, мы думали, что нужно вакцинироваться. И поэтому мы завакцинировались. Как выяснилось, потом это было лишнее. Из 10 человек, которые сделали вакцину, у 3 человека были последствия, они не выходили на работку порядка недели. И 6 человек утверждают, что после вакцины с их организмом стало что-то происходить. Я не говорю, было это, не было с медицинской точки зрения. Я говорю о том, о чем говорят на кухнях, в курилках, и любой вменяемый человек после таких разговоров, когда он понимает, что не было ни одной причины вакцинироваться, то для чего мне вакцинироваться? И наша вся бригада переболела ковидом. Переболела ковидом, и если я возьму свою семью, то в моей семье никто не вакцинирован, и мы болели одинаково. Поэтому я не вижу причины, для чего я должен был вакцинироваться. Но это субъективно. Но это такой очень личный опыт, потому что, конечно, для чего вакцинироваться, чтобы болезнь перенести легче. Я пример того, кто достаточно тяжело перенес. Люди умирают и болеют, это нужно. Но мы говорим вот так. Прозвучало, что вы с ребятами из бригады ездите в командировку. Давайте немножко расскажем нашим зрителям и слушателям, чем вы занимаетесь, и введите в курс дела касательно командировок, и какие требования в других странах, по сравнению с тем, что в Латвии. В Латвии все, требуют ковид-сертификаты. Что происходит на стройках в тех странах, где вы работаете? Да, я думаю, что официальные требования, они во всем Евросоюзе абсолютно одинаковы. Абсолютно одинаковы. Но вот мы сделали как бы эти сертификаты, и мы их никогда никому не показали за год. У нас никогда никто их не спросил. В каких странах? Я за все не скажу. Дания, Швеция, Норвегия, Испания, Португалия, Литва. Вот за эти страны гарантирую, что это так. Ну вообще, подходы отличаются не только касаемо вакцинации, а вообще отношения к строителям, к людям, которые занимаются этой деятельностью, отличаются в разных странах? То есть в Латвии вам комфортно в этом смысле? Это можно коротко одним предложением. Как только вы пересекаете границу, вы должны знать, что хуже, чем в Латвии, вам не будет нигде. Может быть, это Румыния и Болгария, две страны. А чем так плохо в Латвии? То есть в чем особенность наша специфическая? Дело в том, что мы ровно вдвое больше работаем и ровно в 2,5, в 3 раза меньше зарабатываем, чем вся Европа. Я не беру страны Бенелюкс. У нас в прошлом эфире прозвучало, была девушка-блогер из Швеции, но муж у нее трудоустроен, я так понимаю, в этом секторе. Она сказала, что совершенно другое отношение в Латвии к тем профессиям, ко многим профессиям относится, ну вот так себе, когда ты там таскаешь на стройке арматуру. А там ты приезжаешь в какие-то другие страны, и ты чувствуешь к себе уважительное отношение, работяга, классно, здорово, нету такого пренебрежительного, скажем так, отношения. Это просто такая, вспомнила наш прошлый эфир. Еще задумалась о вакцинации, что не было причин вакцинироваться, там, во-первых, это здоровье, но путешествовать же вам проще было с этими ковид-сертификатами? Вы назвали такую географию стран, хотя бы пересекать границы, вот эти все карантины туда-обратно? Только границы Латвии, только границы Латвии. Вы даже в Литву выезжаете, вы смотрите, мы берем, когда у нас все были проблемы, то те, ребята живут около Лепой, они ездили отдыхать и жить нормальной жизнью буквально в Литву, в Палангу. И то же самое, мы единственное, чего мы боялись, когда при пересечении границы нас останавливают, мы на машине, как правило, путешествуем строительно, да, вот это пересечение границы, как только ты его проехал, все сраки проходят, и ничего не происходит, все отлично. Ну вы, кстати, у вас же есть опыт работы не только на Западе, но и на Востоке, в частности, насколько я знаю, вы работали, и когда создавалась, строилась, возводилась башня Федерации в России, самое высокое здание в Европе у Полонского. Вот в России хуже, чем в Латвии или лучше? Вот если посмотреть на Восток, про Запад я помню. Гораздо хуже. Они ментально нам не подходят по культуре строительства и культуре общения. Но мы не работали дальше, чем за московский регион, там говорят, еще хуже. То есть все-таки есть там, где хуже, чем в Латвии? Я к чемусу? В России нет. Немножко отойдем от темы вакцинации, там ковид-сертификатов, с этим все понятно. Вообще, касательно стройки, строительства в Латвии, вот я очень просто скажу, сейчас, когда ищут мастеру, я тоже, жена строителя, человек имеет прямое отношение к стройке, ему регулярно он получает звонки, Леш, дай мастера, посоветуй кого-то, там для отделочных работ, дома плитку там положить, переклеить, что-то сделать, какие-то... Он говорит, ну не могу некого дать, ну некого дать, все вот разъехались, уехали, переквалифицировались особо, и сам он тоже уже особо не берет какие-то такие работы и посоветовать некого, и это при том, что люди стоят в очередь, чуть ли уже не годами на своего мастера и платят хорошие деньги. Это какой-то мой маленький миростереотип или в целом у нас нехватка мастеров и взлетели цены? Что происходит? Ну я думаю, что мастеров и профессионалов всегда не хватает, цены взлетели совершенно по другой причине, если они уехали, то вы поймите, что если я уехал с границы Латвии, пересек, то у меня один месяц за три идет, то есть я два месяца или три поработаю там, я могу полгода не работать здесь. Конечно, мастеров не хватает, но у всех есть семьи, и если мы не уезжаем навсегда, значит для нас слово Латвия что-то означает, поэтому хаотичность уездов, она у всех разная, и, например, я приехал, я беру заказы в Латвии, да, а он уехал туда. Так что мастеров, я думаю, ну, по крайней мере у меня не проблема, если вам нужно, обращайтесь, 24 на 7 у вас будет мастер. Ничего себе! Да, ну что ж, спасибо, Владимир Волошин, бригада 1 был с нами на прямой связи, спасибо за ваш рассказ и за ваши ответы на наши вопросы. Вот интересно, кстати, да, интересно, что вот как раз взгляд на разные страны, понятно, что всегда субъективные наши гости высказывают, субъективное мнение, что, ну, вот сказал Владимир, да, что хуже, чем в Латвии нет нигде, а в России еще хуже, да, то есть истерии, получается, что можно найти ее при желании там, где еще хуже. Вот как ты это оцениваешь? Ну, ты знаешь, мое отношение, я всегда выступаю за Латвию, какую-то гну всегда линию защиты Латвии, при этом я понимаю, что у нас есть проблемы, и мы о них обязательно еще и поговорим с теми представителями Латвийской ассоциации строителей, отрасли, которые нам как раз-таки расскажут за Латвию, что тут душат строители, не душат, какие у нас проблемы, может быть, проблема у нас вообще не в сертификатах, а совершенно в чем-то другом, и сертификат — это просто триггер такой, почему мы сейчас говорим о стройке, а там, возможно, назревают какие-то другие проблемы, поэтому, конечно, мне лестно слышат, что, да, нигде нету хуже, как в Латвии, но если мы поедем чуть-чуть на восток, там все-таки хуже. Но хотелось бы, как и в прошлом эфире, я сказала, конечно, хочется стремиться и быть больше похожими на Швецию, Финляндию, и смотреть в их сторону и в плане отношений по денег. Знаешь, вот у меня друг работал на стройке, строительство дорог, там тяжелая техника и прочие вещи. Он говорил, что проблема, которую он видел, главное — это алкоголизм или пьянство банальное, потому что, говорит, вот… Ну, он тоже, ему нужно было, чтобы люди приходили, выполняли определенные задачи, он их нанимал и так далее. Он говорил, все, вроде договорился, все, вроде шо, шо, ушел в запой. И что мне с этим делать? А выбора-то на самом деле большого нет, потому что, ну вот, и не знаю, насколько это… Видишь, любой опыт, он субъективен, понятно, что если мы начнем про журналистику рассказывать, наверное, мы тоже будем рассказывать какие-то следующие вещи. Я думаю, что, как говорил один из журналистов, нет более пьющей профессии, чем журналисты. Да, ну, тоже, наверное. Ну, сейчас, кстати, нет. Сейчас нет, да? Ты лично по себе, как человек, который никогда не употреблял. Нет, подожди, я начинал работать в середине 90-х годов, начал работать в газете. Пили-пили. Сейчас, я, честно говоря, в редакциях не вижу, что кто-то пил. Потому что ты просто лишаешься работы. Ну, тебя просто не приглашают на вечеринке, потому что ты не пьешь, и ты не знаешь. Нет, я видел, как пилят… Пилят, пилят это к правительству. Нет, я видел, как пьют прямо на работе, во время рабочего. Ну, у меня есть целый опыт такой давлатовский, знаешь, как он описывал свой. Ну, да, такого, конечно, в редакции сейчас нет. Да, тут я согласна. Ты когда про примеры говорила, у меня нету примера тоже. Пример субъективный, но он будет не из Латвии, он как раз-таки был из России, где человек сделал свою маленькую бригаду, у него есть конкретные заказы, и вот он что-то выполняет. И его работяги, вот если его нету на месте, ну, вот они ничего не делают. Вот он дал какой-то заказ, а они там что-то, не знаю, что-то выпивают, курят. Он поставил им камеры, чтобы видеть, что они там делают. У тебя, ребята, я вас вижу. А они все равно сидят, лежат, там курят, пьют. Ну, не знаю. С другой стороны, знаешь, какие мои субъективные девичьи наблюдения? Ты идешь по центру Риги, да, и вот строители там что-то делают. Один работает, трое стоят. Вот мне никогда это не понятно. Ну, подожди, я… Наверное, это чем-то объясняется, но я регулярно вижу такую картину, мне интересно, зачем их там четверо, если Паш от один? Есть вещи, которые, на самом деле, я не делаю такие выводы из того, один работает, которые стоят, потому что мы же не знаем технологию процесса, да. То есть, когда мы смотрим на… Знаешь, вот некоторые мои, когда я только стал работать с журналистом, я помню, такой диалог был с моим одноклассником, он сказал, что у тебя за работа, вы вообще ничего не делаете. Ну, то есть, я вот в магазине продаю, я продавцом работаю. А вот это, что это за профессия? И я его понимаю в какой-то… Он же не знает, ну, что сидишь там, печатаешь, а еще говоришь что-то, там, а тебе за это деньги платят. Ну что, ну, это же ерунда какая-то. Я поэтому сделала ремарку. Мой девичий взгляд, мне всегда это было интересно, но я совершенно не претендую на какую-то экспертность, что давайте троих этих уберем, а один он все построит. Я не претендую. Я тоже не знаю, да, может быть, там есть свои хитрости, как обходить, например, знаешь, как это, солдат спит, служба идет, да, может быть, там это, или как от забора до обеды. Не исключаю, не исключаю. Но проблема строителей в том, что надо предъявить результат, так же, как и у журналиста. Журналист не может просто так сидеть, что-то, понимаешь, клацкать. В конце дня, что бы он ни делал, он должен предъявить редактору материал. Так и строитель, что бы он ни делал, он должен предъявить результат стройки. Ну, конечно, я думаю, что владелец компании, он же понимает, что у него могут быть такие строители, и вот вряд ли это устраивает, да, он же, ну, если речь идет о частном бизнесе, зачем ему платить человек, который будет просто сидеть? Да. Как это решать? Ну, может быть, есть какие-то хитрости. Ну, да мы с тобой ушли немножко в дебри не по теме. Хочется дать слово нашему следующему гостю. Это Михаил Барташевич, глава компании «Сея Латгалия» и член правления Латвийской ассоциации строителей. Вот о том, что происходит в Латвии и в чем боль или нету боль и радость строителей Латвии. Михаил, вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, как бы болезнь существует, и она была в Латвии и в Европе, и по всем странам размножается, и, конечно, как-то ее надо аккумулировать и уничтожить. Поэтому, если мы говорим о вакцинации как таковой, она необходима, наверное, да. Она необходима для того, чтобы коллективный иммунитет достичь. И если мы говорим по строительному отрасли, то не так-то страшно насчет вакцинирования в строительной отрасли, да. В других отраслях, наверное, где-то аналогично. 80-85% привиток на сегодняшний день, и порядка 10-15 тысяч, которые категорически отказываются на прививации. И это их право. Я считаю, что мы не должны заставлять работников идти строго проявиться, или вы потеряете работу. Мне кажется, тут у нашего правительства нет последовательности, да. Ну, как бы мы в полной мере, вот мое субъективное мнение, мы нарушаем конституцию, да. Если человеку любого, первый пункт конституции, это право на выбор, да. Мы это право на выбор как-то с помощью чрезвычайной ситуации нарушаем. Да. И мое мнение, заставлять и ограничивать рабочих участвовать в строительной отрасли, ну, на мой взгляд, это неправильно. Вот. И я противник этого. Я знаете... У нас есть, много есть возможностей, как это контролировать, и те же самые тесты одноразовые. Вот они у меня даже вот на старой работе лежит тест, да, который тоже проверяю. И я сам себя проверяю, и вполне могу позволить и работникам проверять два раза в месяц, да. Но отстранять их от работы, ну, на мой взгляд, это очень опасно. Потому что мы работаем с... Больше 100, 90% у нас госзаказов, и мы работаем с долгосрочными договорами, да. И я уже об этом говорил, что у нас в правительстве нет последовательности принятия решений, да. Сегодня мы так, завтра так, и мы не можем как-то аккумулировать свою работу на год. Да, у нас вовремя какие-то сюрпризы возникают. И в этих сюрпризах мы теряемся. Нарушаем договорные обязательства, нарушаем вообще структуру работы предприятий, и так далее. И последствия этого всего то, что... Вот, например, вот с 15 числа, да, у меня тоже где-то 15-20% непривитых работников. Я должен их отстранить от работы. У меня есть договорные обязательства. За этими договорными обязательствами есть еврофонды, которые финансируют самоуправление. Договора самоуправления, соответственно, еврофонды финансируют самоуправление. И мы отказываемся от договора. Мне, может быть, будет даже выгоднее заплатить шафтные санции и расторгнуть договор. Но какое будет последствие? Первое. Ладно, предприятие вынесет убытки. Окей. Не будет выполнены договора, не будет закончено строительство. Два. Не будет софинансирования. Софинансирование идет после выполнения, после реализации проекта. Соответственно, реализации проекта нет, софинансирования не будет. Значит, заложники опять получаются самоуправления, которые брали кредит для реализации этого проекта, посвящен на то, что они получат обратно сфинансироваться. И дальше что? И дальше получается так, что мы, грубо говоря, все в таком большом-большом тюрьме, да, из которого вы... Это не вопрос сегодняшнего дня. Это будет через 2-3 месяца, может быть, 2-3 года, когда мы почувствуем вот этот вот обвал строительной отрасли как таковой. И мы все знаем, что строительная отрасль это один из китов, которые держат экономику. Потому что много очень... Большой очень оборот финансов, да, соответственно, налогопоступления в бюджет и так далее. То есть это я вкрасно так и сказал, такую мрачную, мрачную... мрачный вывод того, что у нас произойдет, если мы будем так хаотично принимать решения и абсолютно не обдумывая, на мой взгляд, принять эти решения. Я знаете, о чем задумалась, когда Владимир сказал, что вот у них вся бригада вакцинирована и сколько они гастролируют, работают за рубежом, никто ни разу у них не спросил сертификат. И готовясь сегодня к эфиру, я тоже задумалась. Вот ввели это требование с 15 ноября, сейчас с 15 декабря. А кто-то физически у нас есть... Кто за это будет отвечать? Кто-то физически будет ходить на стройку и просить предъявить вот вам, как человеку, который работает в этом, что вы об этом знаете, о проверках. Я вам поясню, как и любое принятие решения правительства, все спускается на ответственность предпринимателя. Это не только строительство, опять же, отрасли, да. Если надо проверять COVID-маспорт, окей, кто организует, и кто записывает, и кто следит, все только работодатели. Они отвечают, они это финансируют, тратят какие-то финансовые свои силы и так далее на это. Конечно, отвечает только предприниматель. И если предприниматель где-то ошибется, а у нас достаточно контролирующих органов и органов, как сказали нам, что это будет всем, всем учреждениям, которые имеют право проверять. Это и пожарники, и Тарбоинспекция, и ВАЗ, и немоделенности, и так далее, и так далее всем. В общем случае, всем инстанциям нас будут проверять. И понимаете, уже в процессе, получается, наш основной вид деятельности как-то утухает, и мы пишем только отчетики. Отчетики пишем туда-туда-сюда, бумажки заполняем. Когда мы будем работать, когда мы будем строить? Я 30 лет в строительстве, и я первый объект сдал в 1991 году. Еще такой на переходном моменте строительства, переход от советской, так скажем, эпохи строительной к уже современной. Я сдавал объект с двумя бумажками. С двумя. Сегодня, если мы говорим о трех-четырехмиллионном объекте, то мы сдаем два автобуса. Бумажек? Но то, о чем вы сейчас говорите, наши учителя и директора, которые тоже подключались к эфиру, это говорят все отрасли по поводу бумажек, вот это тестирование в школах, которое происходит, они же тоже говорят, что у нас нет времени учить детей, потому что мы проверяем тесты, потом отчитываемся, где какие тесты пропали, не пропали, карантин, не карантин, заполняем, отправляем, вот эту координационную работу ведем просто невозможную. Когда выступают директора или учителя, представители образования, у них та же боль, о которой вы говорите, но они с детьми и со всем этим тестированием. Ну, прекрасно вас понимают, в такое время мы живем. Я хотела уточнить момент, правильно ли я поняла, вот эти договора, где есть софинансирование, почему их надо разрывать, потому что вы не можете, у вас есть какой-то там, допустим, процент невакцинированных сотрудников, и вы не можете квалифицироваться и выполнить требования о наличии всех сотрудников, поэтому или почему? Я вам что-то предыдущий расскажу, да, если вы наблюдали строительную область в последний год, то ценообразование, да, строительные материалы очень поменялись, они все поднялись в 3-4 раза, где-то 200-300 процентов в среднем, да, и, соответственно, мы заключили договор в 2020 году, да, с определенными ценовыми, рыночными ценами, да, и так как конкурс проходит, в принципе, с одним, с одним требованием, это за макоцена, это низкая цена, да, и, соответственно, мы опускаем эту цену до рыночной стоимости, ну, практически там, имея, предприятие имеет где-то 5-7 процентов, да, и на этом, и тут пошло в целом очень резкое повышение цен на материалы, да, и плюс еще, и несексифицирован не работают, и так далее, и так далее, и это все, соответственно, у меня людей, людей меньше станет в работе, которые имеют право работать, им надо будет уже работать не по 8 часов, а, допустим, по 10, потому что у меня другого варианта нет, у меня надо обеспечить объекты рабочей силы, да, и, соответственно, затраты будут еще выше, потому что это уже будет переработка, да, и все это складывать в один, если складывать в один чулок, это все, да, то получается, мне, может быть, иногда при балансе этого объекта, может быть, выгоднее заплатить 100-200 тысяч штрафных станций, и бросить объекты, чем я в конце этого реализации объекта получу полумиллиона убытков, вот о чем речь идет, да, это сечение обстоятельств, и мы эти сечение обстоятельств не решаем, а усугубляем их еще больше, то есть тогда у нас получится, ну, мы не можем терпеть безграничений, когда мы говорим министров, и у Норбана свидетель о том, что давайте мы введем какое-то правило корректировки цен, да, с учетом того, что инфляция уже 7% в государстве, да, второй год, да, давайте мы какие-нибудь продлим договора, реализацию, 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 реализацию договоров, да, давайте продлим, нет, это ваша проблема, вы заключили договор, давайте сами мучитесь, поэтому, ну, нельзя все на плечи строителей, к сожалению, мы можем много вынести, мы можем много вытепить, мы сильные, да, но есть и у нас терпение, да, и у нас есть какие-то финансовые возможности, да, которые мы уже не можем перейти, мы даже зарабатываем, мы бизнесмены, да, мы заработаем, наше главное условие выполнить работу и заработать при этом, да, и в промежуток заплатить налоги и так далее, и так далее, и когда все хорошо живут, тогда и налоговые поступления в государстве будут больше, и еще я вам больше скажу, вы, те работники, которых нам придется, может быть, уволить, да, но я не сторонник этого, я их попытаюсь уговорить, оцениваться, но если они, они уйдут, мы уже лет 10 боремся с синевой экономикой, да, заплату конвертов, мы заставляем людей уйти опять на конверты, то есть, как вы сказали, пригласить домой, да, конверт, они будут по халтурам ходить, им не надо работать на предприятии, они не будут меньше зарабатывать, они просто будут ходить по квартирам, и так далее, вот, вот, есть вывод, и опять мы просто камнем летим в эту синевую экономику, опять у нас поступления в налоговых не будет, все будут паниковать, и так далее, и так далее. Ну, все-таки, если говорить о государстве, о помощи, или отсутствии помощи государству, вот, Эрика уже приводила, в пример прошлом нашей фирмы, мы говорили с людьми, которые делают бизнес, маленький бизнес, там, в основном индустрия красоты, частные салоны в разных странах, но они говорили, что в отличие от Латвии, там, в Финляндии или в Испании, мы чувствуем поддержку, мы чувствуем, что государство с нами, оно нас не бросает. В Латвии вы хотя бы отчасти эту поддержку чувствуете в период кризиса? Понимаете, это все так скользко, да, у моей супруги ресторанный бизнес, да, и, честно говоря, она первая пандемия, говорит, ну, вот, ну, как-то я дотяну, там, поясок, ну, все, все, выживем. И, да, прошло, это, пришла весна, открыли все рестораны, и она летом начала работать, слава богу, мы все, соблюдаем все правила, там, дезинфекторы, и так далее, и так далее, все окей. И тут в сентябре шлепнул второй раз, да, она говорит, все, я закрываюсь, у меня просто нету сил тянуть это все, аренду платить надо, и, и, сегодняшний обещанный от государства, ну, за 15 дней октября, 15 дней ноября, компенсации, до сегодняшнего дня еще ничего не сделано, со стороны государства, то есть, понимаете, это каждый месяц, это, людям надо зарплату заплатить, как-то им надо выжить, компенсации, зарплат нет, я не говорю уже, компенсации предприятия, да, о том, чтобы они заплатили, выжили как-то, и самое главное, интересное, налоговое, когда подаешь заявление на компенсацию, или поддержку, они говорят, налоги заплатить сначала, она говорит, с чего, я уже месяц не работаю, с чего мне взять, приходит она из своего кармана, достает, и платит налоги, для того, чтобы какую-то рассчитать, получить возможность компенсации, поэтому я считаю, что вот у моей супруги ресторан и бизнес уже закрыт, все, ну, до Нового года она доживет, может быть, но он, в принципе, уже исчерпан, вот, вот и результат, и так же мы идем, так же, к строительству, когда мы строительные компании будем закрывать, просто закрывать будет, потому что у нас будет долгов, у меня, у коллег, уже я знаю только, моих близких, и работа, с которыми десятилетия работали, они уже закрыли. Знаете, как у нас прозвучало в одном из первых эфиров, когда туризм погибал, и сейчас он, судя по всему, продолжает гибнуть, и Влад Корягин тогда сказал, выживут только любовники, что он вложил в этот смысл, что только те, кто поистине предан туризму, и там, это какое-то дело сердца, и так далее, только те и выживут, и судя по всему, так и будет, наблюдая за тем, что происходит со сферой туризма в Латвии, что касается строительства, ну, может быть, тоже только так и будет, выживут только сильнейшие, выживут только крупнейшие, может быть, все туда и идет. А это надо, чтобы только крупнейшие вызвали. Рынок должен быть широкий, да, и конкуренция, она должна существовать. Нельзя опустошать ради, вот у нас тоже, уже многолетний спор с большими компаниями латвийскими, да, и там тоже, это неправильно. Должно быть и маленьких компаний достаточно, должно быть и средних компаний достаточно, и кто-то у кого-то в суп-подряде работает, кто-то генерал, кто-то вырастает. То есть ограничить, допустим, ну, есть примеры скандинавские, да, где есть 3-4 компании, они участвуют в тендерах и получают заказы, потом распределяют между суп-подрядчиками, но там честно работают. Там же у нас генералы сейчас, если дают суп-подряд, то раздевают полностью суп-подрядчиков. Да, ниже, ниже, ниже. И поэтому у нас пока, мы не готовы к этому, чтобы у нас было 3-4 компаний больших, и они брали ответственность на себя, организаторскую ответственность в стройке, да, мы не готовы еще к этому. Я считаю, что у нас должно быть достаточно мелких компаний, достаточно средних компаний, и, соответственно, достаточно крупных компаний. Тогда этот клубочек работает, все друг друга поддерживают, все как бы удовлетворены работой, то есть у кого-то есть такая мелочная работа, как, допустим, я не знаю, слаботоки вести, там не надо большую компанию, но она работает только с этим, она работает качественно и участвует в субподряде со своим опытом. Это правильно, на мой взгляд, правильно. То есть тут не согласен я с чем, их надо держать, маленькие компании, нельзя их душить и убивать, и сказать, ну ладно, там у нас не будет этих 10 маленьких компаний, которые там работают в среднем 500 человек, да, а мы давайте оставим большие компании, где там тысячи или полторы тысячи работают. Нет, это неправильный подход, на мой взгляд. Может быть, он субъективный. Но опыт мне говорит о том, что это нельзя делать. Да, хорошо. Ну что же, на этом мы вас отпустим. Спасибо большое за такой эмоциональный комментарий со всеми вытекающими. Может быть, эмоционально, но я от души говорил. Мы любим, когда говорят о душе, боль есть, и мы любим давать эфир, чтобы проговаривать как раз-таки болевые точки. У меня вся жизнь строительства прошла. Мне нравится смотреть на результат стройки, и это на самом деле прекрасно и приятно. И когда едешь, я с детьми еду по городу, и вот, допустим, мои здания стоят, и вот, папа, ты строил? Да, я строил. То есть, это приятно. Стройка, в принципе, это корабль. Корабль большой, без которого никто не может жить. Все хотят зайти на этот корабль. Потому что в любой семье стройка нужна, в любом обществе стройка нужна. То есть, без стройки никак. Ну, как говорится, Рига никогда не будет разрушена, потому что она никогда не будет построена. Спасибо вам, спасибо, что нашли время. Спасибо вам, прямой. Столько любви к своей профессии, но очень много болевых точек. Очень много болевых точек. Ну, подожди, с другой стороны, в каждой сфере, в каждой индустрии, в каждой отрасли есть свои болевые точки. Понятно, что, наверное, каждый специалист, он знает, где у него болит. И, естественно, сегодня, если мы говорим о строительстве, я понимаю, что, ну, давай, возьми и уволь 10% сотрудников, ну, если не привитых. А где взять? Ну, вот ты правильно, ты говорил как раз про мужа. На самом деле, это же большая проблема. Где взять? Люди, в конце концов, границы открыты, даже сейчас. строители, эти люди, которые там выполняют. Ну, не хочется там простую, непростую работу, я не знаю, в этом не очень разбираюсь, но они могут уехать. Как-то же их надо удерживать для того, чтобы они строили здесь, для того, чтобы они что-то сделали здесь. А Латвия в этом смысле, ну, не самая выдающаяся страна в том смысле, что есть другие страны, есть, и можно уехать, Но при этом, вот так же, да, госагентство занятости, так же, мне кажется, как и наш министр образования сохраняет спокойствие по поводу отсутствия педагога, 600 человек не хватает, ну, ничего. Министр образования-то чего сохраняет спокойствие? Она-то при должности. 600 педагогов не хватает, но ничего, будем придумывать какие-то кризисные решения. Госагентство занятости тоже не бьет никакую тревогу, делятся данными, говорят, что на начало декабря у них там уровень безработицы 6,4, и вот уже когда ввели вот эти вот все сертификаты, не было какого-то большого всплеска, думают, что к концу года будет всего 7%, и для понимания, в начале года было 7,7, ну, то есть, несмотря на все эти требования сертификатов, люди не так и активно ринулись в госагентство занятости, ну, то есть, видимо, ищут какие-то другие варианты, они идут на пособие, и что надо знать о пособии госагентства занятости, ты уже сказала, ребят, если вы, основная причина, по которой вы уходите с работы, это отсутствие ковид-сертификата, вы приходите, регистрируетесь, мы вам один раз делаем, ну, предложение по работе, второй раз делаем предложение по работе, и если оба раза вы отказываетесь только, единственная причина это отсутствие ковид-сертификата, ну, простите, но пособий и там статуса безработного у вас больше не будет. Ну, подожди, мы же понимаем, как на бирже тебе предлагают, можешь, я позвонил, мне отказали, потому что, ну, почему, потому что я латышский не очень хорошо знаю, или потому что еще что-то, ну, там можно, ну, можно в конце концов не говорить, что главная причина это отсутствие ковид-сертификата. Ну, когда некоторые там представители профессии, шоферы или так далее массово ушли на больничный, да, семейные врачи выписывали больничный, чтобы вот тебя не отстранили от работы. Ну, как бы подключилась инспекция здравоохранения, проверили семейных врачей, проверили вот эти справки, быстренько лавочку прикрыли. Ну, то есть, с госагентством занятости, я думаю, тоже быстро, если начнется массово вот эта вот история, что ты не идешь из-за сертификата, но делаешь вид, что ты там куда-то звонил и провал, я думаю, потому что там тоже начнется механизм, карательные механизмы у нас, понимаешь, умеют работать. ты можешь, ну, вот я просто рассуждаю, я никого не призываю так делать, да, но ты можешь позвонить, тебя же не сразу, не всегда спрашивают такое сертификат, вот тебе нужно, например, там, что там, дневник безработного заполняется обычно, когда стоишь на бирже, вот ты позвонил туда в какую-то фирму или написал, ну, так и здравствуйте, я вот по вашему объявлению, ну, вот просто я тебе сейчас рисую схему, и тебе нужно, чтобы тебе отказали для того, чтобы ты получил дальше пособие, говори на русском, ну, тебе такие там, лабдент, ну, я латышский не знаю, ну, извините, там, тебе скорее всего верливо скажут, ну, наверное, к нам не подходит, ну, окей, какие-то лайфхаки, да, предлагаешь людям, которые не вакцинированы и не владеют языком, на самом деле, у тебя ковид-сертификата нет, и ты до этого вопроса даже не доходишь, ты ставишь галочку, окей, мне отказали, потому что, ну, к сожалению, так получилось, я не очень хорошо знаю языки. Для таких прошлых, ребят, есть лимит и по пособиям, они же заканчиваются, правда, они же не бесконечные, Вадим. В течение года, по-моему, или сколько там, девять месяцев? Восемь или девять месяцев, и они в каждом месте становятся все меньше и меньше, то есть не разживешься, ну, что ты придумаешь? ну, конечно, это не для шикарной жизни, да, но ты же можешь еще что-то делать, ну, как-то это не оформляет, мы же говорили как раз с нашими гостами о том, что, ну, вот они уходят куда-то и в конвертах, теневая зона растет, растет, способствует ли это? Я больше увидела еще комментарий о том, что предприятия будут немножко прикрывать глаза, по сути, как вот сказал наш гость, да, все ложится на плечи предпринимателей, ну, то есть ты как начальник, ты как работодатель должен проследить, а в силе ты собираешь правила, и придет любой, любая институция, и ты перед всеми в Индоположи и отчитайся, что у тебя там все вакцинирования и так далее, но есть такое мнение, что предприятия будут где-то прикрывать глаза на каких-то там ключевых сотрудников, не будут сразу бежать пользоваться вот этим механизмом, отстранение сотрудника, тебя на три месяца отстраняют, потом тебя имеют право уволить, что компании, ну, будут тянуть до последнего какие-то лазейки, по факту где-то что-то, лишь бы не потерять людей, потому что их просто не хватает. Ну, да, и здесь я с тобой согласен, потому что вот это, честно говоря, меня это и веселит, и излит одновременно, вот эта история про то, что как бы наше государство что-то принимает, а потом, ребята, давайте вы как-нибудь с этим разбирайтесь. Ну, вот, поскольку я знаю, даже вот у нас есть свой проект, мы должны тоже обеспечивать определенные минимальные требования, там, в конце концов, идите закупите маски и дезинфекторы, те же государства это не компенсируют, ну, это мелочь, но это просто отношения. Крупные компании, вот стоят, например, проверяют ковид-сертификаты в Риме, им кто-то доплачивает из государства, что-то я сомневаюсь. А знаешь, вот у меня всегда такой пример вспоминается, Владимир Путин, он любил вот в начале пандемии объявлять, да, ну что, мы объявляем выходные дни с сохранением вашей зарплаты, а кто сохраняет зарплату? И когда ты, ну, у меня просто есть возможность смотреть на эту точку зрения с точки зрения работника и с точки зрения работодателя, и ты понимаешь, ну, камон, да, тебе никто ни в чем не поможет, ты просто должен еще взять финансовые средства и как-то их перераспределить, а если их не очень много, то это, в общем, довольно неприятная штука. Неприятная штука. Ну да, перейдем к нашему третьему гостю, чтобы, так сказать, подвести итоги нашего эфира, закольцевать, и выслушать мнение Норманда Гринбергса, это глава Латвийской Ассоциации Строителей. Норманда, мы вас приветствуем, добрый вечер. Добрый вечер. Слушайте, у нас все в таких пессимистичных, грустных, болевых тонах. Не согласен. Но у меня, так я начну просто, есть ли хорошие новости о стройке в Латвии? Что-то хорошее есть? Что-то хорошее? Хорошо, давайте о что-то хорошем. А то я слышал ваших гостей и ваш разговор, и знаете, я полностью согласен с предыдущими, которые говорили и как-то старались объяснять проблематику в строительстве, почему так, почему у нас так, а почему в других странах по-иному. И я полностью согласен. Да, так именно и происходит. Я могу и добавить еще некоторые факторы, почему так, но о хорошем. О хорошем я хочу сказать так, что у нас в строительстве очень много, очень хороших специалистов. То, что нам и их очень, очень не хватает. У нас плохие вещи, что до сих пор низкая цена, до сих пор нам давай, давай, людей на настройку, никто не спрашивает квалифицированных людей, просто людей, давай людей. это тянет, тянет разных людей из, 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 ну, из разных других отраслей и так далее. И никто не говорит о квалификации. То, что строитель, даже если он делает довольно такую простую работу, он должен быть квалифицированным. Он должен быть, ну, вот мне нравилось сравнение с, с большим кораблем. Ну, вот представим, большой корабль, я стою, я капитан, я там даю команды, а там, который там, ну, там, пришвартовка, как это, ну, когда там корабль, а там стоит человек, который не обучен, но первый раз, что там, трудно там подать эту, ну, пришвартовать и так далее. Но это, если там человек не знает это, он не знает того, что он не знает. И, конечно, он сделает неправильно. То же самое и в строительстве. Если мы не сможем, то есть я работодатель, если я не могу, как сказать, успеция, если я не могу доверить своим специалистам, ну, значит, я не могу обещать, что мы выполним это. Я должен доверить своим специалистам, доверяться. А если этот специалист сегодня решил, что я принимаю такое решение, я сам за свое здоровье принимаю решение, и мое решение вот такое. И мне надо его завтра отстранить, от работы. Ну, мы с ним работаем долгие годы. Ну, срабатывались. Ну, так чисто человеческие. Ну, это очень много, вот эти человеческие отношения, сейчас из-за этого это все, ну, так сказать, ну, в каком-то смысле рушится. Это очень плохо. Вы спросили о хорошем, и опять о плохом. Хорошее дело только то, что вот много у нас есть хороших, очень хороших специалистов, и мы их теряем. Ну, опять мы вернулись к плохому. Еще я хотела такой больше взгляд, значит, такой сверху на эту отрасль. Вот в какой мы сейчас стадии? Мы падаем, мы растем, мы стоим на месте, что происходит со строительной отраслью в целом? Строитель, да, как вот опять корабль, большой корабль, строительство, это очень большой корабль, и инерции, каждое движение этого корабля, оно такое медленное и с большой инерцией. И вот все эти решения, которые, факты, которые сейчас влияют на отрасль, они, мы сможем увидеть, чем это кончится через какое-то время, через месяц, через полгода, через год. И все решения, которые сегодня принимаем, мы увидим итог только через какое-то время. Если говорить, где мы сейчас, мы сейчас делаем очень неправильные шаги, которые отразятся через какое-то время очень негативно. Но если шаг... Об этом говорили, об этом говорили и коллеги, и об этом говорю, и утверждаю я со своим опытом тоже. Но вот есть ли шаг, что сейчас есть какие-то большие стройки, реконструкции, или еще что-то, что это не будет закончено никогда, или не будет закончено в срок, или что-то мы не построим, не починим, будут какие-то большие... Уже есть довольно много фактов и случаев, когда конкурс заканчивается без результата. Или конкурс заканчивается результатом, есть компания, которая выиграла, но перед тем, как заключать договор, эта компания дает, что нет, я не буду заключать. А почему? Ну почему? Слишком мало платят, нет работников? Почему? Такие изменения за последние полгода очень трудно, невозможно планировать вперед. Нам так не хватает специалистов. У нас такие скачки цен, ну как, ну чисто человеческие, как планировать? Если вы планируете чисто свою личную жизнь, вы зарабатываете, не знаю, тысячу евро. У вас есть квартира, у вас есть там дети, у вас есть семья, школа, там издержки, и завтра все эти издержки начинают скачать. Если вы платили за газ 10 евро, вам надо 50 сейчас платить. Если хлеб, за хлеб платили там 3 евро, сейчас надо 10 платить. И так далее. И появляется ситуация, что вы не знаете, как это, где этот хлеб купить, вы идете в магазин, а там нет. А там тоже нет. Кончился хлеб. Это может быть такое неудачное сравнение с семьей, с проблемами семьи, но в строительстве точно так. И все эти факторы, они, как сказать, если мы раньше нормально планировали год вперед, то сегодня месяц вперед невозможно запланировать. Все время что-то меняется. и сегодняшний день 15 декабря нам меняет еще факторы по нашим работникам, по проверенным работникам. Даже если я 10 работников должен сейчас отпустить, то они у меня очень важный, важный фактор. И я без этих 10 работников очень много не могу уже сделать. Понимаете, и ну что? Ну вот эти факторы, эти факторы, которые... Потому что нам не получается эти скачки, изменения уменьшить. То мы там, то мы внизу. То мы там, то внизу. С промежутком там 3-5 лет. Даже меньше еще. И мы, то есть, как вот коллеги говорили, что эти все изменения на плечи, на кого? На работодателя. И есть какие-то красные черты, что мы строительство может, предприниматели может это выдержать, и потом уже не может. И сейчас я вижу, что эта черта наступила, и очень много предпринимателей говорят, я это делаю, я отказываюсь от этого проекта. Я отказываюсь, я уменьшаю, у меня вот работники уменьшаются, я уже на такие проекты не могу, я отказываюсь. Если я раньше в 5 объектах работал одновременно, я сейчас посмотрю 1-2 как-то прожить меньше рисков. Эти правила, которые сегодня, например, вступают в силу по поводу ковид-сертификатов, это понятно, это решение правительства, конкретное решение, государство, прямой рычаг оказывает и меняет эти правила. То, что прозвучало ранее, где вы говорите вот эти скачки, ну, грубо говоря, нет хлеба, нет стройматериалов, или там цена выросла на какие-то работы или на стройматериалы, насколько это зависит от решения нашего правительства или это такая сейчас ситуация, насколько правительство может повлиять на это, вам помочь или вставить пальцы, 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 палки в колеса? Знаете, может помочь, может помочь, но нужно, нужны, ну, чтобы были два фактора. Один фактор, чтобы было желание помочь, и второй фактор, чтобы те люди, от которых эти решения, ну, которые этими рычагами управляют, чтобы они понимали процесс строительства. Это довольно большая проблема, и строители давно об этом говорят, что те люди, у кого есть, ну, то есть, правительство или министерство, эти рычаги управления, они очень умные, умные, хорошие люди, но они процесс строительства до конца недопонимают. И тогда этот рычаг не туда, и не туда, и не сюда, или неправильно этот рычаг наживаем, неправильно используем, и тогда отрасль не чувствует эту помощь. Ну, говоря о правительстве, сейчас вспомнила, наверное, последний такой вопрос о картельных договорах, не так давно прошла вот эта информация, где там отдельные компании, большие компании договаривались, и большие деньги прошли мимо, и так далее. из этого извлечены уроки на будущее, там что-то станет лучше или нет? А как вы думаете, почему такая ситуация у нас в Латвии с этим картелем? У вас есть какой-то, не знаю, ну, почему вот так произошло? Вы понимаете, когда мы начинаем анализировать поглубже и побольше срок времени, то я вижу, что причины растут, то есть причины вылезают из этой ситуации, которая продолжается до сих пор. Строители давно говорили о том, что в долгосрочной перспективе нижняя цена никуда не ведет. Мы работаем в отрасли 20 больше лет и все до сегодняшнего дня доминирует нижняя цена. Если предприниматель дал нижнюю цену, все окей, с ним заключаем договор. Есть эти хозяйственные, как это правильно называется, но там эти все факторы дают одинаковые, опять оставляются, ну, последней остается нижняя цена, кто ниже, тот выигрывает. Нижняя цена долгосрочного период не ведет к развитию, а наоборот. И мы сейчас говорим про период примерно 20-25 лет, и вот где мы пришли. Я, скажем так, картель это очень плохо. Картель нам очень, этот процесс или, ну, такой вывод, что если у нас был такой картель, это нам тормозил, очень тормозил развитие, это тормозил конкурентоспособность и так далее, и так далее. Это очень плохо. И, конечно, там есть закон, но если доказывает, надо же. Но почему, почему так произошло? Я думаю, что все-таки отрасль как-то 10-15 лет обратно обратила внимание очень остро на то, что это очень плохо. Куда мы идем, мы не можем развиваться. Но помощи от государства к этим вопросам не последовало. И я сейчас разъясняю и ищу причину, почему такой картель, почему кто-то о чем-то договаривался. Но одна из причин была, что как-то строители больших компаний говорят, вот как мы в бизнесе, мы должны зарабатывать и надо как-то с этим что-то делать. Ну выбрали какие-то люди незаконный путь, начали о чем-то договариваться. Ну да, нехорошо, да, плохо, но это же они не сделали из-за хорошей жизни. Ну то есть проблема была в том, что у нас неправильно построен процесс госзакупок. В Латвии вот эта история госзакупок, кто предлагает меньшую цену, тот и тому и тапочки. И компании просто, чтобы закончился вот этот страшный демпинг, стали договариваться, кому тогда достанется тот или иной заказ, просто чтобы следующий не шел ниже цену. И так деградировали отрасли. Да, это может быть и другие там факторы, да, но это один из факторов, ну, один такой, ну, важный фактор. Ну, а вот сейчас что-то меняется, чтобы потом мы опять не читали новости о картелях и так далее. Вот какие-то выводы сделаны, работа над ошибками, о которых мы так часто с Вадимом говорим? Я очень надеюсь, что да, сделаны, но это причина, о которой я говорю, но ковид-проблема нам показывает, что ничего не меняется. Ну, что ж, спасибо вам за то, что... Хороших новостей у нас для вас нет. На этом мы отпустим всех наших троих гостей. Спасибо вам, Норманд, за... Я не помню, что Мусабосс, ну, внеси нам изюмельку в вечер. там новостей на сегодня у нас нет. У нас хороших новостей у нас для вас сегодня тоже нет. Ну, наверное, это действительно, вот мы послушали экспертов и все три эксперта, которые не связаны между собой и картельным сговором или прочим, они все-таки высказали примерно одинаковые мысли по поводу происходящего, я думаю, что там действительно очень большая проблема, очень большая боль, и знаешь, я вот когда слушал, я думал, а что же наше... Ладно, про правительство, несколько слов про правительство. Ну, у меня правда вот ощущение, что я не знаю, но как бы есть же специалисты, там тоже сидят люди, которые, ну, они могут же как-то поговорить. С врачами не получается договориться, с учителями не получается договориться, со строителями не получается договориться, и так, зато зарплату все поднимают. Ну, я не хочу спекулировать на это, но, тем не менее, вот там же они едины, непобедимы, очень быстро все принимают, все правильные решения для себя. Я просто думаю, знаешь, о чем вот это, почему? Ну, то есть, они просто не хотят или они не могут. Я, знаешь, о чем подумала, когда ты сказала, зарплаты поднимают? Ведь одна из главных аргументаций, почему поднимают зарплаты, потому что госсектор неконкурентно способен в спокойствие, что, ну, невыгодно идти работать в госсектор, потому что в частном секторе за это платят больше. И вот как бы этим они и будут решать проблему, понимаешь, логика? Ты привлекаешь, ты поднимаешь зарплату, чтобы привлечь специалистов, которые, наконец-то, начнут разбираться, видимо, чтобы идти выбирать не в частном секторе, там руководить строительной компанией, понимаешь, а вот сидеть в Министерстве экономики и разруливать законодательную базу, чтобы поднять с колен стройку и спасти ее от картелей. Для этого они поднимают зарплату. Я тебе просто тайный план не сказала. Нет, нет, я слышал об этом, что они там за конкурентоспособность. У меня вопрос людей-то, где вы возьмете? Вот на стройке не хватает. Я думаю, что в госсекторе тоже их не хватает. Кого? Людей или умных людей? Профессионалов. Профессионалов не хватает нигде. Просто я сейчас наблюдаю за тем, что происходит на улицах нашего города. Мы обсуждали пандемию, мы с тобой обсуждали, какие ошибки были допущены. Они обещали сделать выводы, не сделали. Три волны прошли, все примерно одинаково. Ну сбили же сейчас. Ну подожди, стало лучше. В больнице разгрузили. Снег тоже растает. Знаешь, я вот хожу по улице и думаю, весна придет, проблемы с таки срешатся. И наши. Главное выжить. Знаешь, не разбить машину, не сломать ногу, не дай бог там. Ты упоминала, что ты упала. Я вот с ребенком упал, когда я с садика шел. Потому что, ну у нас прекрасные, чищенные тротуары, все хорошо, все подготовлено. Я шел, когда мы свалились. Впереди человек свалился. И что там мамы с ребенком свалили. Все падали. У нас все падали, но поднимались. Все падали и поднимались. Ну такая страда у нас. Мы такой народ. Мы упали, поднялись и пошли. Ну вот. Но это, конечно, горькая ирония, потому что, ну это же тоже все относится к тому, о чем мы говорили. Эти люди, которые сейчас сидят в Думе, они же тоже должны быть профессионалами. Но мне кажется, знаешь, у меня ощущение, что всем все пофиг. Ну вот там, где они сидят наверх, вот есть у меня зарплата, есть соцпакет, есть какие-то там возможности, потоки как-то перестудить. И пусть все будет со мной. Ну подожди, у нас тут приближаются выборы. Я думаю, что сейчас мы с тобой будем очень плотненько следить, как люди будут с большим азартом, с большими обещаниями рассказывать, что они туда идут. Не просто сидеть, а действительно раздуливать и решать какие-то проблемы. Я тебе скажу еще большее. Береги аттракцион невиданной щедрости, который начнется вот в 2022 году. Нет, это все понятно. Пополисты придут. Но у меня другой вопрос, даже не другая тема. У нас даже оппозиция такая же. Посмотри на вот этого человека, который устроил акцию около Эрдодендрона, называется, напомню. Эрдодендрона. Ты там уловила хоть какую-то концепцию? Он просто ходил и фотографировался со всеми желающими. Но я подключилась к Энтарсле ровно в тот момент, когда он сказал, что, ребята, подходим, сейчас будем фотографироваться. Вот эта золотая улыбка и девчата фотографируются. Это что вообще было? Это классный пиар-ход, потому что все, кто сфоткались, потом это все выложат в социальных сетях, человек набивает себе узнаваемость. Это был политический манифест, что ли, что ли? Это тоже конкурентная политическая среда. Человек, который нащупал вот эту боль, усталость. Ведь который год мы живем в этой пандемии, понятно, что много болевых точек, большая усталость от этого всего. Есть вот эти протестные настроения, настроение недовольствия, это все понятно. нефть и всю вот эту неудовлетворенную жизнь, это все понятно. Грустно, что это все просто какая-то такая политический капитал одного конкретного человека, который грамотно пользуется ситуацией. Но я не уверен, что он, кстати, капитал на этом заработает. Я к тому, что даже там нет политической конкуренции. Я не понимаю, какую... Ну, то есть, ладно. В общем-то, к чему, собственно, чтобы подытожить? Это корабль, я согласен, это хороший образ. Пусть корабль плывет, дай бог, чтобы он доплыл докуда-то. Я понимаю, что наше спасение утопающих дело рук самих утопающих. Мы так живем, журналисты, я имею в виду, строители так живут, учителя так живут, врачи так живут. Мы все должны как-то выжить, не благодаря, а вопреки. Ну, я думаю, что это позитивная нота, чтобы закончить наш эфир. Или ты хочешь как-то? Нет, наконец-то, хорошие новости, и даже говорю не я, а ты. Это просто успех. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю, в следующую среду. Я так думаю, что мы будем подводить итоги года. Я надеюсь, что они будут смешны и веселы. И мы сделаем это в каком-то смешном, позитивном ключе. И, наконец-то, у нас будут хорошие новости. Ну, или хотя бы мы посмеемся над не очень хорошими новостями. Но хочется год заканчивать на веселой ноте. На этом у нас все. До встречи через неделю. Всем пока. Ну, мы все еще.